Здравствуйте! В эфире программа Гипотеза. Я Лилия Ильикова. Сегодня у нас в гостях в Центре Европейских исследований Института международных отношений, востоковедения и истории очень интересный гость. Кирилл Бенедиктов, политолог, публицист, писатель, автор политической биографии Марин Липен, автор политической биографии Дональда Трампа и серии других очень интересных книг. К тому же большой эксперт по Франции. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Реля. Вы известный эксперт по Франции, по политической обстановке во Франции. Исследователь семьи Липен, известная во Франции фамилия, начиная с Жанна-Мари Липен, Национальный фронт, достаточно известная партия, которую очень часто называют в лучшем случае националистической, ну и как крайность ее называют фашистской партией. То есть на всех, кто ее представляет, частенько ложится вот такой ярлык. Вы их знаете достаточно хорошо. Кто они на самом деле? Ну, надо сказать, что она, конечно, прошла долгий путь, партия Национальный фронт. И в начале своего пути в 70-х, 80-х годах это была такая классическая европейская ультраправая партия. Ну, крайне правая партия, да. Они, конечно, никогда не были никакими фашистами. Это сильное преувеличение со стороны их политических конкурентов. Ну, чтобы было понятно, насколько вообще далеко заходят политические конкуренты даже не просто Национального фронта, да, а просто вот левое во Франции, достаточно сказать, что на предыдущих президентских выборах, вот не эти, которые были сейчас в 2017 году, да, там студенты, которые, значит, ходили и призывали голосовать за социалистов, вот, они очень часто говорили, если вы не голосуете за социалистов, вы фашисты. Все так просто. То есть вот такая вот абсолютно черно-белая картина мира, вот, то есть либо леваки, либо фашисты. Ну, вот, это то, что достаточно знать об уровне политической дискуссии в современной Франции, на самом деле. И поэтому, конечно, никакие они не фашисты. Да, они националисты, да, они правые, крайне правые, вот, но уже даже к 90-м годам, по сути дела, вот эта вот ультра, приставка ультра, она уже, конечно, значительно смягчилась. А когда старик Липен, Жан-Мари, передал власть, значит, своей дочери Марин, ну, по сути дела, подтвердив, что Национальный фронт – это, помимо всего прочего, еще и семейное такое предприятие, вот, то Марин достаточно быстро провела ребрендинг и так называемую дедемонизацию, деболизацию, значит, Национального фронта, вот, изгнав из него, значит, старых демонов, которые пугали очень сильно общественность. Вот, и раньше же действительно во Франции невозможно было признаться, что ты поддерживаешь Национальный фронт, а то сразу на тебе, значит, действительно было какое-то клеймо. Вот, сейчас с этим уже попроще. Франция очень сильно изменилась, как в лучшую, так и, как в худшую, так и немножко в лучшую сторону. Вот, и вот одним из немногих таких позитивных изменений – то, что, действительно, Национальный фронт сейчас – это вполне такая мейнстримная партия, вторая, я считаю, после, значит, ну, искусственного, но тем не менее, значит, движения, которое называлось сначала «Амарш», сейчас называется, значит, «Република Марш», то есть «Республика вперед», вот, который был сделан непосредственно под Макроном. Вот, республиканцы находятся в кризисе, социалисты находятся в чрезвычайно сильном кризисе, вот. И вот, по сути дела, Национальный фронт – это вторая такая сейчас системная партия, ну, со своими, естественно, оговорками, но тем не менее. Вот, это то, что сделала Марин Лепен. Можно сразу тогда вопрос? Вот вы же наверняка знаете кого-то из этой семьи, вы написали целую книгу, которая проникнута вашим знанием о том, как, что там происходило. С кем вы знакомы, если ли это? Ну, мы общались с Жан-Марией. То есть, со тем самым стариком Лепеном? Да, со стариком Лепеном, да. Ну, и как вам показалось? Он до сих пор мощный старик, вот. Он очень обаятельный, вот. Он очень обаятельный, очень умный, очень, ну, если, вот, я всегда интересовался вот этим периодом истории Франции, который был связан с, значит, приходом к власти Деголя, с событиями вокруг французского Алжира, с возникновением секретной вооруженной организации ОАЗ. Вот, и сейчас, ну, так вот раскрою маленький секрет, сейчас я как раз работаю над книгой по истории этой организации. Это, видимо, будет первая книга на русском языке, посвященная ОАЗ. Будем ждать. Спасибо. Вот, и вот, собственно говоря, вот если этим интересоваться, то, конечно, мимо Жан-Марией пройти сложно. Он, хотя и не был сам в ОАЗ, он всегда им очень сочувствовал, и он общался с большим кругом людей, которые так или иначе были связаны с этими алжирскими событиями. Алжирские события, вот вы имеете в виду как раз деколонизацию? Да, я имею в виду деколонизацию, я имею в виду, значит, два пуча этих генералов, вот, и, соответственно, охоту ОАЗ за Деголем после того, как Деголь отдал алжир алжирцам, хотя обещал не отдавать. Изначально, когда, собственно говоря, приходил к власти. Но там длинная детективная история, на самом деле, почему он так сделал. Обо всем этом будет рассказано в книге. В книге вот это мы и прочитаем тогда. А что же касается, значит, старика Лепена, да, он действительно такой мощный, харизматичный старик, но действительно по ряду своих взглядов он слишком, вот для нынешнего времени, да, он слишком экстремист немного, да. То есть, вот, например, его знаменитые, сослужившие крайне дурную службу и партии, и ему самому высказывания о маршале Петене, к которому он относится с большим пиететом, вот, и считает его, в общем, спасителем Франции, вот, гитлеровцев, вот. Вот, конечно, они очень сильно вредили и ему, и, собственно говоря, в итоге, значит, возник скандал между ним и Мариной. Вот, какой... Настоящий скандал-то был, или это постановочная? Настоящий скандал, настоящий скандал, я долго этим занимался, выяснял, как бы, обстоятельства. Личные отношения у них остались неплохие, вот, но на уровне политики они разругались вдрызг. Вот, и действительно, значит, отца Марины, она сама фактически исключила из партии. Вот. Это понадобилось для того, чтобы подтвердить вот этот вот ребрендинг Национального фронта, как уже партии, не имеющие прямых связей со старой ультраправой французской. Вот. Несмотря на то, что даже многие действующие активисты и руководители Национального фронта, они оттуда вышли, но они, значит, под воздействием Марины, они порвались со своим прошлым. Жан-Мари, конечно, не собирался этого делать, тем более, что он, ну, он не сказать, что он создатель Национального фронта, но один из, значит, ну, и во всем случае он с самого начала ставил у руля, да, то есть партию Национального фронта создали другие люди, да, отдали ему, он, как бы, значит, ее сразу взял под свой контроль. И, конечно, это была вождейская партия, понятное дело. И ему отказываться от каких-то старых своих установок было совсем уж не к лицу. Вот. Поэтому он, конечно, говорил о том, что он будет создавать собственное политическое движение. Ну, он старенький уже, вот, в общем, в таком возрасте уже... Не садает. Ну, боюсь, что нет. Вот. Но, но что интересно, значит, когда Марина стала проводить вот свои эти реформы внутренние по дедемонизации Национального фронта, от нее отвернулись очень многие старые, старые гвардия, вот, которые были вместе с отцом, причем зачастую речь идет даже не о тех людях, которые занимали какие-то посты в партии. Надо иметь в виду, что, действительно, вот до недавнего времени поддерживать Национальный фронт было опасно. Ну, так, в открытую. До какого времени? Ну, по большому счету и сейчас, конечно, но просто сейчас это уже немножко по другим причинам, как бы, да, а вот, ну, там, скажем, еще там в начале 2000-х годов, вот, ну, вряд ли кто-то мог сказать, что вот я поддерживаю Национальный фронт. Но такие люди были. И, больше того, они были на очень важных постах в силовых структурах. В полиции, в разведке, даже, да, ну, в общем, вот в Министерстве обороны. В общем, вот такие люди были. Вот, они в основном симпатизировали Старому Национальному фронту и симпатизировали, собственно говоря, Жан-Мари. Вот. Почему? Потому что он был тверд в отстаивании своих принципов. Когда Марина пришла и стала, значит, проводить реформы, в том числе по отношению, значит, стала менять свою позицию, ну, и свою, и партийную, естественно, да, по отношению к однополым бракам, к абортам, там. А она против? Или она за? Или он против? Она занимает крайне такую обтекаемую позицию. То есть, она не поддерживает однополые браки, но при этом она говорит, что, значит, она не стала бы их запрещать. Вот. Она не поддерживает, как бы, запрет абортов, но при этом говорит, что, значит, вот, ну, это, в принципе, личное дело каждого. То есть, ну, вот, вот с точки зрения, там, людей, которые видели в Национальном фронте последнего защитника традиционных ценностей, в том числе людей из правых католических кругов. Это, конечно, очень сильная сдача позиций. Эти люди, которые во многом симпатизировали Жану Мари, они отвернулись от партии, когда Марина стала проводить свои реформы. То есть, оказалось недостаточно, как сказать, крайне или недостаточно решительной? Конечно. Ну, нельзя же всем понравиться. То есть, как бы, она приобрела большую аудиторию, значит, в другом месте, да, то есть, как бы, многие сторонники других партий, увидев, что Национальный фронт смягчает свою позицию, стали уже более открыто говорить, что, вот, да, хорошая партия, мы там за нее бы проголосовали. Действительно, многие пошли проголосовали. Да, ну, хороший, очень хороший же результат был на выборах. Да, результат был отличный, на самом деле. Результат был гораздо лучше, чем у Национального фронта, когда им занимался Жану Мари. Можно сразу вот такой вопрос? Вот вы сейчас сказали, что до 2000-х годов даже было как-то немного опасно говорить о том, что ты поддерживаешь Национальный фронт. Но при этом мы видим сейчас просто стремительный взлет популярности ультраправых во Франции в том числе. Ну, вообще, в целом по Европе, но во Франции вот это очень ярко было. Может быть, это связано с тем, что Марина Липен сама такая по себе яркая. Что повлияло, что спровоцировало вот этот рост таких правых настроений в обществе? Как вы считаете, миграционный кризис и вот эти лагеря в Кале, или теракты, или все вместе? Как так получилось, что еще 10 лет назад опасно говорить, что ты им симпатизируешь, а потом люди идут и с очень хорошим процентом все-таки голосуют на выборах? Поддерживают. Ну, вы правы, абсолютно. Миграционный кризис, конечно, сыграл очень важную роль в этом изменении настроений. То есть, в принципе, конечно, уже в 90-е даже года было понятно, что нарастающий объем миграции из стран Северной Африки, из стран Ближнего Востока, он уже вызывает постоянно растущее недовольство французов. Ну, если мы сейчас говорим про Францию, хотя, конечно, понятно, что для других европейских стран это тоже актуально. Но так, как это стало, какие масштабы это приняло в 14-15 годах, особенно в 15-м, это, конечно, просто даже несравнимо с тем, что накапливалось на протяжении всех предыдущих десятилетий. То есть, рост миграции вырос на порядок. И стало ясно, что это уже не просто стихийный даже какой-то процесс, а что это, в принципе, об этом говорил и Жан-Марий еще в 80-х, начале 90-х годов, даже тогда. Но тогда его никто не услышал. Речь идет о совершенно продуманной, целенаправленной политике со стороны Брюсселя, то есть, как бы, со стороны Евросоюза. Вот. Поощрение миграции, расширение миграционных потоков и, как следствие, размывание национальной идентичности в государствах, в том числе вот во Франции. Для Франции с ее глубокими историческими корнями, с ее мощными традициями культурными, цивилизационными, это, конечно, очень болезненно. Вот. И в этом смысле Марин, которая вот этот весь кластер, значит, идеологии Старого национального фронта сохранила без изменений практически, даже наоборот, она его, как Михаил Сергеевич говорил, расширила и углубила. Вот. И действительно, она стала делать основной акцент на том, что она борется с мандиализмом. Мандиализм – это французский аналог глобализации, на самом деле. Вот. То есть, вот, значит, бюрократы из Брюсселя хотят создать некую наднациональную такую, значит, ну, собственно, уже создали, значит, с помощью наднациональной структуры хотят создать некий такой вот, значит, мандиалистский мир, в котором на месте суверенных и сохраняющих свою национальную идентичность к государству будут какие-то, значит, вот странства заполнены этими новыми кочельниками, как говорит Аталиб. Вот. А Марина, значит, как новая Жанна Дарк, она с этим борется. Вот. И, соответственно, выступает за сохранение национальной идентичности. Если бы она в ходе своих, значит, предвыборных дебатов, например, делала бы акцент на этом, я думаю, что результаты у нее были бы лучше. Вот. По непонятным причинам она, вот, как-то с самой выигрышной темы, значит, своей предвыборной программы, она, в общем, слила несколько. Вот. Я не думаю, что это была единственная причина, по которой она проиграла выбор, но это была такая существенная, конечно. Была ли вообще вероятность вот ее победы? Потому что, смотрите, вот к выборам, как раз, когда Марина Липен проиграла, Франция подходит с грузом просто проблем, потому что миграционный кризис никуда не делся. Масса там других каких-то вопросов. И рост популярных продолжается. Рост популярности правых продолжается. Высока вероятность их прихода реально к власти. И тут появляется такой проект Эммануэль Макрон. Вот. Как бы ниоткуда, потому что не такая вот он был известная фигура до того. При том, что, естественно, у него там и посты были, и не с улицы человек, как можно сказать. Но очень мощная поддержка СМИ. И в одночасье он становится настолько популярным. Как, что там произошло? Что такое вообще проект Макрон? Почему вот так технично были выведены все? Там Фион, Меланшон, Саркози вообще до начала еще предвыборной кампании, которая тоже... Помните, там был момент, когда он взялся за правую такую риторику антимигрантскую. То есть вот он... Казалось на какой-то момент, что он может составить очень реальную оппозицию Марин Липен. Его убрали как-то с доски сразу. Потом Меланшон и Фион тоже были как-то устранены. И остались только Липен и Макрон. И если по результатам смотреть, то действительно она ему проиграла. Потому что как-то в одночасье стало популярно. Что такое? Что за проект Макрон? Откуда он? Проект Макрон – это абсолютно политтехнологический проект. Он начал раскручиваться раньше, конечно, чем начался предвыборный цикл. Но я думаю, что где-то, наверное, до осени, зимы... Ну, в общем, по сути дела, до праймерис в республиканской партии он не рассматривался как основной. У меня есть ощущение, что изначально ставку все-таки делали на Алену Жюпе. Который считался более вероятным кандидатом от республиканцев, чем Франсуа Фиен. И который, конечно, гораздо больше устраивал Брюссель и Соединенные Штаты тоже. Но Жюпе не оправдал доверие. Каким образом? Ну, за него просто меньше народу в республиканцах проголосовало, чем за Фиона. А Фион как раз не устраивал ни Брюссель, ни Соединенные Штаты. Ну, вспомним, что в тот момент в Соединенных Штатах все-таки еще была администрация Обамы. И тогда, когда стало ясно, что, скорее всего, президентом становится Фион. Потому что в паре Фион-Ле Пен, конечно, выигрывал Фион. И надо сказать, что в этом уже почти никто во Франции-то и не сомневался, что президентом будет Фион. Я очень хорошо помню, мои французские друзья, они просто все очень радовались. Говорили, что, наконец, у нас будет вменяемый президент. Но тут на Фиона раскопали и вылили кучу компроматов. И одновременно пошла накачка Макрона. Макрон, не сказать, что он был никому неизвестен. Он как министр экономики в 2015 году, в 2014-2015, по-моему, он был известен как автор этого закона Макрона, крайне непопулярного. И как вот такая вот фигура, у него была, скажем, скорее отрицательная репутация и отрицательный коэффициент узнавания. То есть его знали, но никаких симпатий к нему не испытывали. Потому что закон Макрона, ну, это вот такой толстенный, на самом деле, флиант, он абсолютно написан по указаниям из Брюсселя. Я думаю, что это разработки были Жака Аталии, который, собственно говоря, является политическим патроном Макрона. Что за закон? Что там такого? Он стимулирует экономическую деятельность через целый ряд инструментов. Ну, вот в частности, значит, там, ну, то, что наиболее известно, значит, он, в частности, разрешает работать магазином по воскресеньям. А они не хотят? Они не хотят. Это старое завоевание профсоюзов, которые, значит, вот... Ну, что наемные, значит, служащие не должны выходить на работу в воскресенье, поэтому, значит, вот там пять, по-моему, пять дней в году они имели право работать. Вот, сейчас там двенадцать. Вроде разница несущественная, но на самом деле, значит, вот такой... Это один из пунктов, а этих пунктов, там, может, там, двести. Вот, там, разрешается, там, перерабатывать сверхурочно, допустим, да. Там, разрешается увольнять сотрудника, там, ну, а вообще во Франции это было очень сложно. Вот, уволить человека во Франции, это крайне сложно. Вот, с законом Макрона стало попроще. Приняли закон? Да, закон приняли, значит, он не проходил через Национальную ассамблею никак. Так, его, значит, постоянно там тропедировали. Вот, были огромные демонстрации против закона Макрона. Вот, и тогда Аланд, значит, собственно, волей, ну, просто использовал право президента, как бы, вот... Хотя, несмотря на то, что, там, за два года до этого он очень критиковал эту вот статью, которая позволяет президенту принимать закон, значит, в обход Национальной ассамблеи. Вот, тем не менее, значит, вот в этом случае он применил это право, и закон был принят. Сейчас, кстати говоря, Макрон идет дальше по этому же пути, значит, реформирует... Развивает. Да, реформирует трудовое законодательство. Вот, очень-очень непопулярно. То есть, как бы, с одной стороны, вот, интересно, в сентябре, по-моему, или в октябре, значит, семь из десяти опрошенных французов подтвердили в ходе опросов, значит, что они считают, что Макрон выполняет свои предвыборные обещания. Семь из десяти. Семь из десяти, да. При этом шестерым, по-моему, из десяти это не нравилось. То есть, представьте себе. Ну, то есть, они проголосовали за то, что в итоге им не нравится. Получается так. Да, то есть, вот это чисто воды надутый политтехнологический проект. А вот сейчас он уже шесть месяцев, ну, полгода, как Макрону власти примерно. У него большинство в парламенте, ему подчиняется правительство. Что касается миграционного законодательства, что-то изменилось или вообще в миграционной политике? Вот с его приходом уже как-то он поменял ситуацию? Ну, он не собирался менять ситуацию в плане какого-то ужесточения законодательства миграционного. И, безусловно, он не собирался сужать вот эти расширившиеся миграционные потоки. Он обещал, что будет бороться с терроризмом. Крупных терактов пока не было. Но у Батаклана нет. Почему? Может быть, потому что пока никто не готов. Потому что они же готовятся какое-то время, такие теракты. Может быть, потому что там существуют какие-то договоренности. Может быть, чуть стало лучше работать полиция и жандармей. Этого мы не знаем. Но то, что поток мигрантов не уменьшился, это безусловно. Больше того, сейчас же ЕС предполагает дальнейшее увеличение приема мигрантов с распределением квот по странам. И эту позицию очень активно как раз продвигает Макрон. Макрон и Меркель тоже. На этом пути Макрон, в первую очередь, вступил в конфликт с некоторыми странами из Вышеградской четверки. В первую очередь с Венгрией. Сначала, точнее, с Венгрией. И в большей степени с Польшей. До такой степени, что бывший премьер-министр Польши Беата Шидло, она просто его фактически завуалированно оскорбляла Макрона. Советую ему заниматься своими делами, а не лезть в дела Польши. Да, это было. И сейчас мы видим, что этот момент дискуссии вокруг эмиграционной политики спровоцировал фактически раскол ЕС на две части. На, условно, старую Европу с ядром Франции и Германии. Ну, безусловно, при поддержке Брюсселя. И на страны Вышеградской четверки. То есть, это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. К которым очень может быть в ближайшее время присоединиться Австрия. В которой сейчас будет сформировано коалиционное правительство. Соответственно, канцлером стал уже Себастьян Курц. Значит, вот, народная партия. Который вытащил народную партию из того кризиса, в котором она находилась. Собственно, еще до недавнего времени опросы показывали преимущество партии свободы австрийской. Но коалиционное правительство будет сформировано вместе с партией свободы. Причем, штрахи становятся вице-канцлером. И партия свободы берет в себе три ключевых министерства. Министерство внутренних дел, министерство обороны и министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел это очень важно. Потому что все вопросы, связанные с взаимодействием с ЕС, находятся, естественно, в ведении МИДа. Вроде бы, Себастьян Курц говорит, что он собирается перевести несколько департаментов. Которые занимаются, как раз именно взаимодействуя с Брюсселем, в свое личное подчинение. Это может быть. Потому что одним из условий, которые он ставил на штрахе, было то, что партия свободы не настаивает на проведении референдума о выходе из ЕС. Так что, скорее всего, острексит австрийского выхода не будет в ближайшее время. Но то, что формируется новая коалиция внутри ЕС, которая будет противостоять позиции Парижа, Берлина и Брюсселя, это уже практически очевидно. То есть, практически Австро-Венгрия в новом прочтении, с консолидированной позицией. Да, новая Австро-Венгрия. И учитывая, насколько, как Себастьян Курц поменял свою риторику за последние года три, тут может быть что угодно. Да, Курц, он абсолютно такое политическое животное, в хорошем смысле слова. Он прекрасно чувствует повестку. В Аристотельевском. В Аристотельевском, да. Он не имеет твердых принципов, что, в общем-то, политика выигрышна, скорее, такой момент. И очень творчески переосмысливает веяние времени. Я думаю, что вот этот альянс, складывающийся Курца и Штраха, он принесет европейским глобалистам гораздо больше головной боли, чем возможная победа Хоффера на выборах президента в прошлом году. Очень легитимный, потому что получился поворот направо. Да, да. Крепкий, легитимный, жесткий. Да, абсолютно весь в рамках институциональных процедур, которые... Демократически избранный. Вот. И это, на самом деле, большой прокол Макрона, по большому счету. Ну, а как он мог на это повлиять? Нет, ну, то, что на Австрию он никак не мог повлиять. Но никто не заставлял его ссориться сначала с Польшей, потом с Венгрией, или, наоборот, с Венгрией и с Польшей. Вот. И, соответственно, вызывать вот это вот противодействие, которое сейчас приводит к созданию вот этой Австро-Венгрии, на самом деле. Потому что, ну, по большому счету, сначала все-таки было противодействие Варшавы. Парижу. Вот. Ну, про Будапешт мы все знаем. Это уже тянется не один год. И тоже очень жесткая ведь позиция у Будапешта. Очень четкая, продуманная. Несмотря на все осуждения, которые они получают, они держат свои линии. Да. И надо сказать, что у них есть чем отвечать. Потому что вот Виктор Арбанов, значит, все грозит сделать достоянием гласности вот эти вот соросовские досье. Ну, известно, что они с соросовом вообще находятся в давних контурах. Вот. Речь идет о тех документах, которые были еще в прошлом году выложены в DCLX. Значит, о 200-250, по-моему, депутатах Европарламента. А всего их там 750. То есть, получается, треть. Треть депутатов Европарламента так или иначе находятся либо на содержании у сороса, либо, значит, просто работают в рамках его каких-то программ. Это конспирология или вы считаете, что это реальность? Нет, это реальность. Это реальность. Не то, что он говорит, а то, что оно на самом деле есть. Да, да, да. Это что-то так, как там он говорит. Конечно, нет. Это документы, которые были выложены в сеть уже достаточно давно. Просто если премьер-министр Венгрии их как бы авторизует фактически, это будет уже означать, что это, ну, вот уже абсолютная реальность. То есть пока это там как, ну, мы все читали, да, значит, документы Wikileaks, они, значит, там существуют где-то в параллеле реальности, пока на них не будет ссылаться там кто-то из, значит, реальных политиков, как бы, ну, все это вот такая полуконспирология. Но я думаю, что абсолютно в ближайшее время мы это увидим. Ну, это, собственно, нет, мы уже и так это видим, да, и фамилии известны. Вот, есть люди, которые отвечают там непосредственно за направление, значит, там, там санкций против России, допустим, да, вот есть там, значит, вот там, десяток фамилий, которые просто, значит, на этом направлении работают. Есть люди, которые в Испании работают, допустим, на, значит, отделении Каталонии. Вот, то есть тоже, в общем, связаны с Соросом. То есть как будто бы это им запущенный процесс, который должен произойти в этой отделении Каталонии. Да, но это не совсем так, конечно, то есть Сорос не запускал никакого процесса, связанного с Каталонией, хотя бы потому что этот процесс начался задолго до рождения Сороса. Но то, что он, конечно, старается использовать такого рода процессы, это безусловно. Вот можно тогда еще один вопрос тоже про территорию, которая претендует время от времени, или в последнее время на какую-то независимость, заводила разговоры об отделении, это Корсика. Сейчас мы знаем, что в начале декабря коалиция за Корсику выиграла выборы в региональной ассамблее. То есть как минимум один регион уже есть, который говорит о своей независимости, это во Франции. Фактически это националисты, которые пришли к власти. Как вы считаете, есть ли вероятность развития такого сценария, при котором они действительно будут всерьез претендовать на отделение или на выход из состава Франции, или вот что-то такое серьезное в политическом плане? Надо иметь в виду, что Корсика – это давняя головная боль. Это не вчера тоже возникло. Ну, как и Каталония отчасти, но Каталония, она как-то всегда была более такой мирной. Вот у них протест был такой более, такой мирный, цивилизованный. А Корсика, она сама по себе очень такая страна активная, с таким южным темпераментом. Южный, горячий, очень такой независимый народ, который исторически все время находился там. Либо сначала их генуэзцы завоевали, потом пришли французы, которые вроде бы помогали им освобождаться от генуэзцев, потом генуэзцы взяли и продали просто Корсику французам вместе со всем населением. Представьте себе, что вашу родину берут и продают. Начались, соответственно, уже освободительные войны против французов. Но тут надо иметь в виду, что у Корсика еще же очень мощная традиция демократии. То есть Корсика фактически первый в Европе за 20 лет, за 30 даже, в общем, за несколько десятилетий до Великой Французской революции, которая, собственно, предоставила всеобщее избирательное право мужчинам. Вот на Корсике это было за несколько десятилетий до этого. Был парламент, всенародный избираемый. Были, в общем, идеи для того времени крайне передовые. Для них Конституцию писал Руссо, например. Тем больше шансов, наверное, что они все-таки захотят как-то самоутвердиться. Как вы считаете? В любом случае, у них есть серьезные-серьезные основания считать, что они заслужили это. Кстати, насчет Руссо очень смешно. Есть факт. Ну, Руссо, как известно, к концу жизни немножко сошел с ума. Ну, он был очень нервный человек. И когда, собственно, французы завоевали Корсику, все-таки окончательно, Руссо на полном серьезе считал, что они это сделали для того, чтобы не дать реализовать его идеи. Что, значит, вот так, значит, французское правительство его, значит, так не любило, что вот. Так вот, значит, и у Корсики очень давние традиции борьбы, причем вооруженной борьбы за независимость. Фронт национального освобождения Корсики, значит, с 60-х годов, 60-х, все-таки это был еще не фронт, это были его предшественники, 75-го года. Вот. Он ведет вооруженную борьбу, в общем, такую серьезную, со взрывами бомб, причем их много. Там в один год было 300 взрывов, там в одну ночь было 99, то есть это вот практика вот таких. Да, это все на Корсике. Территория-то небольшая. Маленькая, прямо скажем. Население 300, там, с небольшим тысяч человек. Вот. Они взрывали, правда, бомбы и в Париже, и в Ницце, и в Марселе. Вот. Но, значит, огромное количество пролитой крови, на самом деле. Почему-то считается, что там жертв было мало, жертв было очень много. Просто они, ну, по времени все это растянуто, но, в общем, на самом деле... А там же еще традиции кровной мести, это вендетта, то есть, как бы, это... Там все вот такой вот тугой клубок противоречий. Вот. И в итоге, значит, что сейчас получилось? Вот в декабре прошли эти выборы. Там, в результате территориальной реформы, там объединились два департамента, значит, Верхняя Корсика и Южная Корсика. И, соответственно, возникла необходимость в создании нового органа, который, по-моему, называется территориальный совет. Ну, в общем, это тот же парламент, на самом деле. Вот. Который будет, собственно говоря, главным законодательным органом Корсики. Вот в этот совет сейчас были выборы. 56% получила коалиция за Корсику, ПА Корсика. Вот. Она состоит из двух частей, значит, одна – это, ну, вот, главная роль в ней сейчас принадлежит автономистам, то есть, людям, которые выступают за автономию Корсики в рамках Франции. Угу. Так. Вот. И лидеры их жили семьяни. Значит, это очень старая, очень уважаемая семья, которая много-много десятилетий борется вот за автономию Корсики. Вот. И второе – это Корсика Либера, значит, свободная Корсика. Вторая часть этой коалиции – это люди, которые выступают за независимость, то есть, за отделение. Вот. Ну, сепаратисты, по сути. Да, это сепаратисты. Это те, кто за отделение. За отделение, да. Да, да, которые за отделение. И они, честно говоря, поддерживают, ну, во всяком случае, они не осуждают фронт национального освобождения Корсики. Вот. То есть, террористическую организацию, которая, ну, как вот, там, не знаю… А она признана террористической организацией? То есть, известно, что она террористическая организация, она такого и называется, но, тем не менее, вот, член коалиции… Ну, все знают, что она террористическая организация, безусловно, потому что она берет на себя ответственность за… Вот. Последние два года, она, правда, сказала, что она, значит, не участвует в вооруженной борьбе, что она, значит, отошла от этого. Ну, это вот последние два года. На самом деле, с 1975 года за ним тянется очень длинный шлейф взрывов и расстрелов там и так далее. И огромное количество политических заключенных сидит, собственно говоря, из этого фронта. А партия, которая сейчас в составе коалиции пришла к власти на Корсике, она их остров маленький, все друг с другом связаны. То есть, понятно, что там и семейные связи, и такие-сяки, но она их не осуждает. Это фактически означает, что она их поддерживает. То есть, понятно, что не совсем террористы пришли к власти, и даже совсем не террористы, потому что, еще раз говорю, в этой коалиции главную роль играют все-таки автономисты. И как сейчас Корсика отделиться? Ну, Каталония могла бы отделиться, действительно, потому что Каталония – это и развитая промышленность, и мощная очень экономика там и так далее. И, кстати, именно поэтому ей не дает отделиться. А с Корсикой вопрос другой. Корсик сама по себе не выживет. Это действительно маленький остров с развитым сельским хозяйством и развитым виноделием, но и только. То есть, тут возникает как раз вопрос другой. Тут возникает вопрос, что в рамках нынешней системы ЕС, возможно, некая революция автономии. Когда вот такие вот территории, которые хотят жить отдельно и не хотят, скажем, платить налоги, бюджет той страны, к которой они относятся, к какой степени свободу, в том числе финансовую свободу, в первую очередь, потому что, на самом деле, для Каталонии это вообще принципиально. Для корсиканцев в меньшей степени, а для каталонцев это самый больной вопрос. Каталонцы вообще неизвестны в Испании, как такие люди, которые, прежде всего, думают о своем кошельке, на самом деле. Ну, то есть, по сути-то, эта коалиция, она будет выторговывать какие-то особые условия? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это будет торг. Это будет торг об особых условиях. В Париже это понимают, поэтому, конечно, нет. Ребята, мы с вами, конечно, там диалог вести будем, но никаких особых условий даже не мечтайте. Поэтому они педалируют именно такую сепаратистскую риторику? Конечно, конечно. И это все уже мы проходили, ну, не мы, а они, в общем, проходили уже не раз, потому что, когда, значит, в 81-м году были выборы, значит, и стал президентом Митеран, то крестиканские сепаратисты, они очень надеялись на то, что Митеран, значит, пойдет им на уступки. И тоже, значит, пытались выторговывать эти особые условия, Митеран на уступки не пошел, и они, у них было полгода, значит, когда они объявили перемирие, что не будет, значит, этих взрывов там и так далее. Ну, вот полгода прошли, они объявили, что перемирие закончено, и все началось по новой. Я не знаю, честно говоря, вот в нынешних условиях, насколько вообще реально возобновление такого масштабного террористической войны на Корсике, честно говоря. Но очевидно, что уже вот те, тот опыт, который был накоплен, они, конечно, на него будут ссылаться и будут им пугать, что вот, наверное, не будете с нами сейчас разговаривать. Макрон не тот человек, который может как-то их в чем-то убедить. Когда сейчас были эти выборы на Корсике, то движение Макрона, оно заняло, по-моему, то ли четверто, то ли пятое место. А вот национальный фронт как-то? А национальный фронт не участвовал. Национальный фронт там не уставлял своего кандидата, и это, в общем, понятно. Если вот мы вернемся все-таки в Париж, да, к Липенам, есть ли вероятность, по вашему мнению, вот как именно эксперты, знающие эту семью, что на следующих выборах Марин Липен, ну или другой представитель семьи и национального фронта одновременно сможет победить на выборах? Ну, вообще... Будет ли возвращение Жанна Д'Арк еще раз? Вернется ли она? Ну, вообще, я бы ответил на этот вопрос, наверное, так. В целом, я почти не сомневаюсь, что когда-нибудь представитель семьи Липен выиграет выборы президента Франции. Я не уверен, что это будет Марина, потому что, на мой взгляд, как бы наилучшая ситуация для нее уже была и прошла, вот. Вот, но Бог его знает, как все повернется. Значит, я думаю, что, ну, не знаю, мне так кажется, скажем так, вот, что есть неплохие шансы у, значит, Марион Моришаль, вот, соответственно, племянницы. Вот, и внучки, значит, Жанна Мари, вот. Вот. Эта девочка очень активная, очень энергичная, очень умная и очень харизматичная тоже. Вот. Вот. Возможно, что если ей удастся как-то провести, вот, ну, нет, для начала надо, чтобы она вообще получила, значит, власть в национальном фронте, потому что пока речь об этом не идет. А вообще-то реально в обозримом будущем, если там пока Марин будет там? Ну, если Марин сама не отдаст власть, то, конечно, нереально, никакого переворота там не будет, вот, потому что, ну, при Жане Мари было, была попытка переворота, как бы, которая не увенчалась успехом, вот. Я думаю, что Марина даже, ну, несмотря на все свои, там, какие-то недостатки, она власть так вот не отдаст, вот. Вот. Поэтому речь может идти только о том, что, может быть, Марин Маришаль, ну, либо получит благословение тети на, значит, участие в выборах, вот, либо, там, через какое-то время, значит, получит по наследству власть в партии. Но это очень далекие перспективы, сейчас о них говорить, конечно, сложно. Я думаю, что Марин дошла до верхней, так сказать, до верхнего уровня своего потенциала, вот. Я не очень представляю себе, что она еще может сделать, чтобы выиграть выборы. У нее был шанс, он был не очень большой, прямо скажем, даже, можно сказать, его на грани вообще такого вот. Но, тем не менее, она могла лучше выступить. Она могла лучше выступить на дебатах, она могла гораздо лучше выступить между первым и вторым туром. Вот. То, что она этого не сделала, на мой взгляд, говорит о том, что она не очень сама верит в свою победу. Вот это вот печально. А у Марион шансы выше, вы считаете? Потому что, с одной стороны, она представитель семьи для тех, кто поддерживает именно Жан-Мари. А с другой стороны, потому что она не носит фамилию Липен, которая дразнит остальную часть электората. Ну, нет. Что касается фамилии, тут она, в общем, она Марион Маришаль Липен. Все-таки. Да. Но дело в другом. Дело в том, что на ней не висит вот это вот, как бы это сказать, ну, клеймо не клеймо. Но, во всяком случае, ее не станут обвинять в том, что она предала интересы старой партии, старой гвардии. То, что сделала Марина, устроив вот эту вот дедемонизацию. То есть, на самом деле, Марина сделала правильную вещь. Но, избавившись вот от этих вот старых демонов, она потеряла симпатии многих людей, которые поддерживали национальный фронт в том виде, в котором они его знали. Эти люди, скорее всего, поддержат Марион Маришаль. Если, конечно, она захочет ввязываться в эту историю. Вот. Просто потому, что на ней этого, ну, в кавычках, предательства, да, нет. Ее не в чем обвинить. Но, тем не менее, партию она получит после ребрендинга. То есть, немножко исправлен, в кавычках, в исправленном виде, но не несет за это ответственность. Конечно, да. Возвращения к старому национальному фронту быть не может. Естественно. То есть, сейчас уже никто не вернет назад ту партию, которая существовала где-то совершенно на полях политической жизни Франции. Сейчас это уже мощная партия, вторая, действительно, в стране. Вот. С целым таким аппаратом региональных отделений, там, не знаю. Вот. У них, на самом деле, ну, их ждет очень длительный путь наращивания таких вот политических мускул. Им нужны свои депутаты в местных советах. Им нужно, значит, наращивать свое присутствие в парламенте, на национальной ассамблее, там, и так далее, и так далее. То есть, вот это им все нужно. Это процесс, который не один год займет, естественно. Вот. Но, опять же, мы не знаем, как получится. Как получится, как вообще будут развиваться дела в Европе в целом. Потому что, может быть, мы увидим, что те коалиции в Европарламенте, которые сейчас объединяют, значит, там, вот крайне правые партии, националистические партии, они приобретут гораздо больший вес, чем сейчас это происходит. Может быть, внутри самой Франции возникает какая-то коалиция, которая объединяет, там, не только национальный фронт, значит, да, ну, в принципе, такая попытка уже была, вот это вот объединение Бленоран, значит, темно-синих, вот. Но там, кроме национального фронта, там были очень мелкие партии, как бы, если, может быть, возникнет какая-то еще сила серьезная на правом фланге, и они объединяются с национальным фронтом. Ну, в общем, на самом деле, вот это уже такое немножко гадательное пространство такое. Ну, да. Вот. Во всяком случае, я думаю, что у семьи Липен шанс есть когда-нибудь возглавить республику, вот, если, конечно, о Франции в том виде, в котором мы ее знаем, для Бельфранс, вот, она еще будет существовать. После того, как я прочел Роману Эльвика покорность, у меня, значит, такой уверенности уже нет. А вот тут как раз хочу сказать, что после того, как мы прочли, я прочла ваш Роман «Война за Асгард», у меня все время был вопрос такой, который крутился в голове. И недавно, когда в Америке победил Трамп, а вы написали книгу о Трампе, называется «Черный лебедь», это известная очень работа во всех отношениях, в общем, тем более, что вам удалось предсказать его победу. И как раз Трамп, да, его влияние, и персонаж белый проповедник из «Войны за Асгард», они как-то связаны? И ждать ли нам вот от того, что пришел Трамп, теперь каких-то изменений действительно в политике, во внутренней американской политике, во внешней политике, именно так, как это было описано вами в обеих книгах по очереди? Ну, «Войну за Асгард» я, значит, написал в 2001-2002 годах, вышла она в 2003-м. Трамп, соответственно, победил в 2016-м. Конечно, в то время о Трампе знали очень немногие, да и я, честно говоря, если что-то про него и знал, то только... То есть он миллиардер, наверное. Да, и видел его в фильме «Один дома-два», где он показывает главному герою, как пройти в холл. Это известный кусок. Вообще, Трамп очень любил сниматься в ролях камео, таких маленьких. У него фильмография, вот если брать такие маленькие роли, у него там около 20 фильмов. Вот, ну, значит, возвращаясь к вашим вопросам. Конечно, «Белое возрождение», которое описано в «Войне за Асгард», это концепция, которая возникла просто из предположения о том, что вот этот вот некий такой отскок маятника влево, который наблюдался уже тогда, хотя, конечно, то, что потом было при Обаме, это гораздо более еще, так сказать, впечатляло. Но, тем не менее, уже был разгул политкорректности, уже, значит, собственно, вот эта вот толерантность, которую приняла потом совсем уже уродливая форма, она тогда, в общем-то, уже начинала цвести. И поэтому «Белое возрождение», оно, в общем, было придумано как реакция вот на этот вот, значит, левый уклон. Что касается, значит, проповедника «Белого возрождения», там же история какая? Там сначала был, значит, губернатор Техаса Дэвид Финч, который, собственно говоря, вот стал основоположником этого «Белого возрождения», а потом появился Еремия Смит, который уже, значит, стал такой фигурой мирового масштаба. А Трамп – это такая вот смешанная фигура? Трамп – это смешанная фигура, но ближе, конечно, к Финчу. Да, к первому. Ближе, конечно, к Финчу, к первому, да. Потому что его тоже не принимали, то есть он как раз на протестной волне-то и приходил к власти. Вот я потом перечитал то, что у меня, значит, да, написано было в 2002 году, значит, про этого Финча. Ну, за исключением того, что Трамп не был, значит, кандидатом губернатора Техаса, значит, вот. Все остальное там просто, вот его тоже, значит, так же называли фашистом, ксенофобом. Точно. Вот, он так же, значит, ругал мексиканцев там и так далее, так далее. Как будто было написано с него. Вот я сам удивился, на самом деле. За 13 лет, за 14 лет, за 15 лет до него. Да, 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 вот. Значит, но, но, опять же, надо сказать, что ситуация изменилась сильно с тех пор. И изменилась сильно не только в том плане, что вот, значит, при Обаме политкорректность достигла каких-то совсем уже невероятных высот. Вот, вот, очень сильно изменился, просто, этнический баланс в Штатах. В какую сторону? В сторону уменьшения белого большинства, которое уже не назовешь даже большинством. Недавние выборы, значит, в Конгресс, значит, в штате Алабама, это подтвердили. Я, честно говоря, практически не сомневался, что победит республиканец Мур. Ну, Алабама, это штат, это штат с очень мощными южными традициями белого супрематизма. Вот. Мур был как раз вот такой белый супрематист. Он, значит, на митингах предвыборных он доставал из кармана джинсов пистолет. Вот. И говорил, что вот, значит, вот я буду вас этим защищать. И, значит, я буду, значит, бороться за то, чтобы каждый из вас мог, значит, тоже себя защитить. Вот. Чистый такой вот юг. Юг. Победил демократ с разрывом в один процент, если даже не меньше. И без пистолета. Вот. Без пистолета. Не обещающий защитить. И кто за него голосовал? За него голосовали афроамериканцы, за него голосовали латиносы. Вот. То есть в общем и целом вот принцип традиционный электорат демократической партии. То есть просто баланс сместился, поэтому и голосование прошло по-другому. Абсолютно верно. Но что характерно, еще раз говорю, это Алабама. Если бы это был какой-то другой штат, ну, не настолько ярко выраженный, может быть, это не было бы таким шоком. Но это Алабама. Но при этом Трамп-то побеждал. Трамп победил. Победил на выборах и тоже как бы вопреки наоборот. То есть там все интересно. Трамп победил благодаря тому, что проявили себя потерянные белые избиратели, так называемые. Это люди, которые жили и живут в основном в штатах ржавого пояса, индустриальных штатах. И которые очень давно не ходили на выборы вообще. Они разочаровались абсолютно в политической системе. Последний раз они так вот массово ходили голосовать в 90-х годах тоже за одного довольно эксцентричного миллиардера, Роса Перо. Но Рос Перо был, как у нас называется, самым выдвиженцем. Он не был ни от одной из больших партий. Поэтому у него шансов особо не было. Их никто не учитывал. А их было около 6 миллионов, этих потерянных белых избирателей. И Трамп сделал на них ставку и выиграл. Они пошли и проголосовали за него. Они пошли и проголосовали, да. Весь ржавый пояс фактически проголосовал за Трампа. Ну и плюс, конечно, за Трампа проголосовали еще богатые белые в тех штатах, которые испытывают определенные сложности с изменением этого самого этнического баланса. Например, во Флориде это было даже просто интересно смотреть. Потому что, когда шло голосование, а в ночь голосования мы смотрели за ходом на больших экранах. Какие штаты в какой цвет окрашиваются. Это очень интересно было. И вот Флорида, она вроде сначала была за Хиллари, потом как-то, значит, вот чаши весов сравнялись. А потом в последний момент, когда уже стали приходить данные из самых отдаленных округов и графств. А они, эти отдаленные округа, они так на побережье. И там в основном живут богатые белые пенсионеры. И вот богатые белые пенсионеры во Флориде проголосовали за Трампа. За богатого белого. За богатого белого, но не пенсионера, но тем не менее, да. И таким образом Трамп вывел Флориду. Но понятно, что в целом, конечно, по стране этнический, конфессиональный, политический баланс сместился не в ту сторону, которая могла обеспечить сейчас победу белого возрождения в том виде, в котором она описана в «Войне с Асгардом». То есть на тот момент еще все-таки у белого большинства реально было большинство. Сейчас уже вопрос. Ну, там весь мировой баланс ведь изменился по сравнению с тем периодом, про который вы писали. То есть все по-другому. Конечно. Но, тем не менее, вот это вы угадали. А теперь давайте, если продолжим с предсказаниями, а-ля предсказаниями политическими, скорее основанными на политической аналитике, тут уж не надо обманываться. Как вы считаете, есть вероятность, что Трампа будут и дальше стараться сместить, и ему объявят импичмент? Или он все-таки благополучно досидит свой срок и будет выдвигаться на второй? Я склоняюсь ко второму варианту. Импичмент – это ведь очень непростое дело на самом-то деле. И даже Никсон, против которого были железобетонные совершенно улики, он же ушел, в общем, под угрозу импичмента, но не в результате импичмента. А что касается Трампа, там никаких железобетонных улик нет. И больше того, в последнее время становится все больше и больше ясно, что вот эта комиссия Мюллера, которая копает материал по делу о русском вмешательстве в президентские выборы, что эта комиссия что-то делает неправильно, где-то у нее там сидят, значит, в ней, ну, правда, вроде бы одного уже уволили, но непонятно, может быть, их там было больше, чем один. Ну, значит, люди, которые работали на Хиллари против Трампа, там и так далее. То есть, ну, во всяком случае, с течением времени становится все больше и больше ясно, что объективного расследования, во-первых, не получается, а во-вторых, даже необъективное не может реально накопать никаких улик для импичмента. Могут быть проблемы для целого ряда людей в окружении Трампа, конечно. Вот, собственно, его экс-советник по национальной безопасности генерал Флинн согласился на сделку со следствием, и это может иметь не слишком хорошее последствие для зятя Трампа Джареда Кушнера. Но сам Трамп, конечно, для них недосягаем. Я думаю, что они добились другого. Они, на самом деле, они вот этими постоянными подозрениями в сотрудничестве с русскими, они опутали его по рукам и по ногам, вот, и очень сильно сократили ему возможность маневровать. Даже там, где, казалось бы, это вообще прерогатива президента Соединенных Штатов, да, то есть внешняя политика, это, в принципе, прерогатива президента. Вот. Нет, даже там это все очень-очень сложно. Вот. И не получается заключить эту знаменитую большую сделку, значит, с Путиным, о которой Трамп говорил еще очень давно. Вот. Но, тем не менее, что-то происходит, какие-то подвижки есть, и особенно, конечно, хорошо все получается в экономике. Вот. Вот. В отличие от Франции, с которой мы начинали, вот, где дела обстоят совсем нехорошо, вот, в Соединенных Штатах идет экономический рост. Вот. Это непосредственно... Добавляет очков Трампа, наверное. Конечно, да. И это следствие его политики, на самом деле. Сейчас это еще более усилится, потому что будет работать налоговая реформа, вот, от которой стонут все обамовцы, вот, все, кто привык жить на халяву, все, кто привык жить на пособие, все, кто привык, значит, получать деньги от государства, значит, и не платить больших налогов. Вот. Вот. Сейчас все это будет совсем-совсем по-другому. То есть, все-таки уточню, получается, что, скорее всего, вы считаете, что Трамп в свой срок президентский будет полностью президентом, но никаких шагов навстречу России мы все-таки ждать не можем, потому что у него нет таких... Сказали, он опутан по рукам и ногам всеми этими подозрениями. То есть, изменений в лучшую сторону, например, для России не будет? Я думаю, тут не надо быть оптимистом и не надо быть пессимистом. Значит, мне кажется... Только бизнес. Да, только бизнес. Мне кажется, все, что будет происходить реальное в отношениях наших стран, будет происходить в непубличной сфере. Об этом, если мы узнаем, то спустя значительное время. На поверхности будут какие-то вещи, может быть, и хорошие, так и плохие. Ну, пример хорошая вещь. Вот, там, значит, Трамп получил информацию от ЦРУ о готовящемся к теракте в Петербурге. Вот, и поделился ей с Путиным. Путин позвонил Трампу и поблагодарил его. Вот это пример хорошая вещь. Пример плохой вещи. Вот, два дня назад, или там три, значит, Трамп представил новую доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов. Россия вместе с Китаем названа одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Вот, и упоминается в тексте документа раз в 17, по-моему. Там, кажется, Россия, Китай и КНДР, по-моему. Да, Россия, Китай, КНДР. Все вместе. Вот, ну, в первую очередь, даже вот Россия и Китай, на самом деле. Вот, ну, вот с этим придется жить. То есть, на официальном уровне нас будут называть противником, при этом говорить, что мы хотим сотрудничать там в тех областях, в которых это можно. Вот, на непубличном уровне будут какие-то шаги навстречу, безусловно, с обоих сторон. Вот, иначе нельзя распутать. Ближневосточный узел невозможен. Так, а влияние США при Трампе на Европейский Союз, каким оно будет, как бы вы оценили? То есть, оно будет усиливаться, либо вот в силу того, что не очень пока у него складываются отношения, да он и не прикладывает усилия, чтобы установить какие-то хорошие отношения, он себя ведет очень прямолинейно. А может получиться такое, что влияние Штатов на Европу будет ослабевать, и Европа будет постепенно разворачиваться все-таки от антироссийских санкций, наоборот, в сторону сотрудничества? Ну, это разные вопросы. Значит, влияние Штатов на Европу уже ослабело. Другое дело, что Европа не привыкла жить без Вашингтонского обкома, выражаясь, значит, известным штампом. Вот, и поэтому, конечно, европейцы, европейские лидеры, особенно в Плюссе, вот, они прямо вот ждут, когда в Штатах сменится администрация, и придет к власти кто-то вменяемый, на кого они снова смогут равняться. Потому что на Трампа сейчас равняться до них нереально. Вот, целый ряд проблем, целый ряд противоречий и так далее. Что касается санкций, значит, здесь у нас почему-то сложилось впечатление, что европейцы занимаются вот этими санкциями против России исключительно потому, что им так велели, значит, из Вашингтона. На самом деле, может быть, в начале это и было так, но есть некоторая политическая инерция, которая накапливается. Вот, и сейчас, даже если вдруг, там, администрация Трампа скажет, ребята, это ваше дело, мы вообще не хотим в это вмешиваться, вот, совершенно не факт, что они сами по своей воле, значит, решат эти санкции отменить. Я говорю прежде всего о Меркеле, ну, естественно, и о Макроне. Вот, другие страны, такие как Италия и, там, некоторые страны, типа, там, Венгрия, Чехия, возможно, вот, они не получают никакого профита от этих санкций, скорее всего, они бы их и отменили, но такого рода вещи они же решаются все-таки консервисом. Вот, поэтому увязывать вопрос об ослаблении влияния штатов на Европу и отмену санкций, мне кажется, не очень правильно методологически. Другое дело, что ослабление влияния штатов на Европу вызывает, естественно, в самой Европе неизбежно, как бы, некую реакцию, которая направлена на создание, ну, самостоятельного центра силы. И то, что говорит Макрон, допустим, о создании европейской армии, это как раз вот прямое следствие того, что Трамп не очень хочет заниматься этим европейским хозяйством всем. Вот, он считает, что оно убыточно, ну, для Соединенных Штатов. Вот, известно, что он считает и, собственно, высказывал претензии Меркель, в отношении, значит, диспропорции баланса торговли между Германией и Соединенными Штатами. Вот, есть апокриф, ну, который, в общем, похож на правду, что он, значит, выкатил ей какой-то гигантский совершенно долг. Да, это была такая история. Да, значит, по недоплате, в общем, бюджет надо там и так далее. То есть на таком фундаменте особо отношений ты хороших не построишь, вот, поэтому европейцы сейчас будут, конечно, как-то выбираться сами. А сами выбираться, это вот возникает конфликт между Старой Европой и Вышеградской четверкой плюс Австрия, которая вот на наших глазах сейчас буквально формируется. Ну, и вот если говорим о Старой Европе, то вот Великобритания, да, Brexit – это страна, которая одной из последних стран Старой Европы вступила в ЕС, и теперь одна из первых выходит. С чем это может быть связано? То есть вот есть ли вероятность, что они знают что-то такое про дальнейшее развитие Евросоюза, что заставляет их выйти раньше, чем уже будет поздно? Или в чем там дело? Чего от этого ждать? И будет ли вообще Brexit? Может быть, это пока будет только на уровне разговоров, а потом как-то все свернется? Ну, свернуться это может вряд ли, потому что все-таки Великобритания – это даже не Нидерланды, в которых можно было несколько наплевать на результаты референдума. Вот, с Англией такое не прокатит никак. Я думаю, что в Англии, собственно говоря, Brexit-то, в общем, был неожидан для всех. Я не думаю, что это прямо кто-то, обладая всей полнотой информации, знал, что Brexit произойдет, и на этом делал ставку. Нет, как раз, мне кажется, это было достаточно неожиданно. Просто реально в Англии сторонников традиционных ценностей оказалось больше. То, что это же было, в общем, ну, конечно, с одной стороны, это было голосование против нахождения страны в Европейском Союзе, а с другой стороны, это было голосование против вот этого глобалистского будущего, которое, собственно, транслировалось из Брюсселя, и за которое, кстати говоря, выступали очень многие молодые британцы. Там же голосование по Brexit – это, в основном, было такое голосование «Война поколений». За Brexit, в смысле, точнее, за то, чтобы остаться, голосовали в основном жители крупных городов и молодые люди. А за то, чтобы выйти, голосовали жители глубинки, значит, countryside, да, и пожилые люди, там, пенсионеры. Для кого вот это вот, значит, будущее, которое надвигалось из Брюсселя, оно как-то не казалось заманчивой картинкой. Вот. Поэтому сказать, что кто-то что-то знал или предполагал, нет, не думаю. Понятно, что, да, бюрократия как в Брюсселе, так и в Лондоне, они будут всячески тормозить этот процесс, вот, чтобы он растянулся там на годы. Вот. Это большие очень издержки. Там сейчас были озвучены цифры, это гигантские там, реально цифры, там, 60 миллиардов, по-моему, которые Великобритания вынуждена будет заплатить отступных, значит, за выход из Евросоюза. Вот. И, ну, опять же, мне кажется, что вот вся возня вокруг этого выхода, затягивания, значит, выхода Великобритании из ЕС, это ставит в себе цель не столько удержать Великобританию, которая, по большому счету, ну, она, во-первых, никогда не была на 100% все-таки страны Евросоюза. У нее всегда были какие-то особые условия. Конечно. Вот. Конечно, они всегда были особняком. Да. Вот. Вся цель вот этого вот затягивания, значит, и запугивания гигантскими цифрами, это, чтобы не дать другим странам последовать примеру. Чтобы неповадно было. Да, чтобы неповадно было, да. Но процесс неостановим. И я думаю, что, честно говоря, если все будет идти так, как идет, вот, то, я думаю, мы еще с вами увидим, как нынешний ЕС распадается на несколько частей. Вот. То есть вот то, что называлось Европа нескольких скоростей, оно как бы и распадется на Европу нескольких скоростей. Вот. И действительно, возможно, вот тот конфликт, который сейчас вот, значит, назревает между там Польшей и Венгрией с одной стороны, и Францией с Германией с другой стороны, вот, возможно, это будет как раз один из катализаторов этого процесса. Ну, тут тем более, что в Германии пока неопределенная ситуация с коалицией Ямайка, и вот неизвестно ли до сих пор, как это разрешится, как вы считаете. Какие там шансы на то, что все-таки ситуация останется в статус-кво, все при новом голосовании, без нового голосования или как-то, но они уже не договорились. Они уже не договорились, да. Значит, я думаю, что у Ямайки шансов нет просто никаких. Вот. Удастся ли договориться Меркель с, значит, СДПГ? Ну, она вроде как говорит, что они там какие-то консультации ведут опять, но так вот по некоторым ощущениям не получится. Во всяком случае, я не исключаю, что будут еще одни выборы. Если выборы еще одни будут, какова вероятность, что там правы еще больше повысят свои проценты? Не знаю, не знаю, потому что у Альтернативы были очень хорошие результаты. Ровно до тех пор, пока, значит, фрауки Петри не совершил свой демарш. Как сейчас, просто не знаю, как это скажется на имидж партии. Я думаю, что они вряд ли потеряют те проценты, которые они уже набрали. И, в принципе, вероятно, вероятно, на Востоке их популярность будет только расти. Ну, на Востоке, на Германии. Я могу сделать такой вывод просто из даже разговоров со своими друзьями, которые там живут. На Востоке? На Востоке, да. Популярность их там очень высока. При том, что там мигрантов-то поменьше. Если учитывать, что у них антиэмигрантские, только сильные, а мигрантов на Востоке меньше гораздо. Но у них мозги не настолько зомбированы вот этой вот толерантностью и политкорректностью, как у западных немцев. Поэтому, как бы, даже на то количество мигрантов, которое у них есть, они реагируют гораздо более остро. Тем более, что, в общем, в любом случае, страна-то одна, все же читают новости. Если, там, видите, в Мюнхене или, там, во Франкфурте, вот, мигранты совершают те или иные преступления, соответственно, там, где-нибудь в Востоке. Вот, это воспринимается все как, ну, как будто вот у соседа там, значит, что-то произошло. В Дептиге выходит марш. Да, в Дептиге выходит марш. Берлин, конечно, делал другое. Берлин очень такой космополитический город. Ну, в общем, посмотрим. Я, на самом деле, не знаю, ощущение такое, что Германия вошла в полосу затяжного кризиса, такого политического. Потому что, ну, вот, то, что они не могут договориться с социалистами, с социал-демократами, вот, это говорит о наличии каких-то просто глубинных. Противоречий. Противоречий. Спасибо. И, наверное, ну, такой последний вопрос, он будет не такой серьезный, но тоже очень важный. Вот вашу книгу «Возвращение Жанны Дарк», как известно, вручили самой Марин Липен. А книгу «Черный лебедь» Трампу вручили, вручат, передадут ему. Ну, скажем так, по своим каналам я, значит, отправил книгу «Черный лебедь», вот, но тут же ситуация какая? Трамп по-русски не читает. Книга на английский не переведена пока. Ему могли ее просто показать, как, значит, забавный раритет. Вот, но я не думаю, что он, там, даже, значит, имел достаточно времени, чтобы просто ознакомиться с ней. Вот, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он ее прочел, ну, на английском, естественно, потому что я не старался создать какой-то льстящий ему портрет, а старался, в общем, достаточно объективно, значит, описать его биографию. Вот, но при этом не уходил и в другую крайность, то есть, как бы, там, при нем достаточно много писали всего плохого, вот. Я старался выдерживать некий баланс. А, с другой стороны, мне кажется, там есть материалы, которые, в общем, не настолько известны даже американскому читателю. Ну, самому-то Трампу известны? Ну, самому Трампу, безусловно, известны, поскольку это его жизнь. Но, думаю, он был бы изрядно удивлен, прочтя некоторые вещи, по крайней мере тому, что это известно в России. А Липен в итоге на каком языке? Она же на русском получила книгу? Да, да. Или был перевод уже на французский? Уже французский, вы свободно знаете. Да, но я не переводил ее на французский. Вот, это заняло бы слишком много времени. Но, что касается Марины, я думаю, что ей, не то, что я думаю, я знаю, что ей был приготовлен такой, значит, абстракт на французском. Вот, так что я думаю, она, в общем, вполне себе ознакомилась с содержанием книги. Ну, и надо сказать, что вот, ну, сейчас я, как уже говорил, я пишу книгу по истории ОАС, значит, секретной вооруженной организации. Французской. Французской, да. Вот. А вот, может быть, следующая книга, ну, сейчас еще, конечно, рано говорить об этом, вот, может быть, будет посвящена первому сроку Трампа, потому что герой по-прежнему интересен, вот, герой ведет такую затяжную борьбу, вокруг него происходит много всего очень любопытного, вот, там всякие... Ему уже придется прочитать обе сразу, и даже пусть ради этого выучит русский, либо кто-то из членов семьи ему поможет. Большое спасибо, надеемся, что и Трамп книгу прочитает, и мы в скором будущем все-таки увидим ваши следующие книги. Спасибо большое, мне тоже хотелось надеяться. Большое спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok